Итак, всем здравствуйте. Давайте тогда начинать, не растягивать, чтобы это не было долго. Итак, сегодняшний бесплатный вебинар у нас про то, что должен знать третий и четвертый механик. Значит, мы уже разобрались, что меня слышно и видно хорошо, все отлично. Давайте ознакомимся, если кто-то меня не знает. Меня зовут Александр, я один из спикеров Education Marine, автор курсов про Marlins, промоушн для механиков и английский для механиков. То есть я немножечко понимаю, что механикам на самом деле нужно. И стараюсь мне давать воду, скажем так. Важный нюанс, каждый раз это повторяю, каждый раз многие про это забывают. Обязательно давайте делать какой-то минимальный фидбэк. Почему? Потому что сегодня я буду задавать вам вопросы. Кто-то из вас, уже работающий, уже знает, кто может ответить. Возможно, кто-то сомневается, но хочет предположить что-то, то есть дать гипотезу, как что-либо работает. Потому что сегодня у нас будет нестандартный вариант. Я не буду вам рассказывать какие-то базовые вещи, как это было раньше, то есть про как работает котел, из чего он состоит. Сегодня будет тема немножечко другая. Надеюсь, вам понравится, поэтому будем посмотреть. В чате также давайте сделаем немножко культуру приличия. Не ругаться, не бросаться помидорами и уважать друг друга. Просто давайте будем чемными, скажем так. Поэтому помните, первое, фидбэк. Очень важно, чтобы вы взаимодействовали со мной. То есть не молчали, то есть чат должен быть оживленный. Поэтому давайте начинать. Итак, из чего сегодня будет состоять наш вебинар? Значит, первое, хотелось бы отметить то, что механик должен знать, что такое траблшутинг, естественно. Итак, смотрите. Давайте начнем с более важного, что необходимо механикам вообще знать. Как я и сказал, траблшутинг – это, наверное, первое, что необходимо знать любому механику. Четвертому, третьему и даже мотористу. То есть даже если вы еще не механик, теоретически важно, чтобы вы понимали, как выискивать и искать проблемы. Это очень важно. Почему это важно? Потому что многие после получения механика думают, что они уже механики. Но это не совсем так. Значит, я обозначил некоторую схемку, как правильно искать проблемы. Значит, как вы видите, здесь четыре блока. Проблема, логический поиск, оспаривание и решение. Сейчас мы разберем, что это. И я приведу вам примеры, как вы должны как механики искать проблемы. А также мы разберем множество различных ситуаций, когда даже стармех не знает, что делать или где проблема. Либо проблему нашли слишком поздно, либо не заметили. То есть есть ситуации внештатные, которые не прописаны в мануалах. Такое бывает довольно часто. Именно поэтому важно обмениваться опытом между коллегами. Итак, давайте начнем с самой первой проблемы. Самая первая проблема. Представим, что у нас есть fuel oil low pressure. У нас есть главный, на нем низкое давление топлива. Естественно, по пункту номер два у нас должно быть высказывание гипотез. То есть вы пытаетесь найти проблему. Что это? Высказывание гипотез или поиск проблемы. Это состоит из анализа, на какие системы или оборудование влияет проблема. И еще анализа временных закономерностей проблемы, времени, то есть временных рамок, и формулирование гипотез для этой проблемы. Я понимаю, что сейчас очень много теории, скажем так, я вам буду давать, но это важно. Вам нужно сформулировать гипотезы, чтобы точно знать, что проверять в каждой ситуации. Для этого вам необходимо знать две вещи в основном. Первое – это чертежи, то есть по сути ваши клапана и читать схемы, и понимание того, что вы анализируете. Грубо говоря, вот в чате сейчас пишут, что вот, например, первая фильтра. Шикарно. Да, возможно, это фильтра. Значит, давайте разбираться. Затронутая наша система – это система впрыска топлива. То есть, по сути, у нас есть проблема с давлением. Значит, по анализу. После технического обслуживания, например, топливного насоса у нас возникла проблема. То есть, его кто-то обслуживал, например, ваш сменщик, после этого у вас проблема. Возможные варианты, как вы и выдвигаете. Грязные и засоренные фильтра. Возможно. Возможно, сам фильтр в насосе. Тоже возможно. Возможно, проблема с форсунками. Плохое качество топлива. Проблема с шестеренчатым насосом. Или с зазор в насосе. То есть, что угодно может быть. Сказать, например, просто «НВД» или «Форсунка» – не вариант. Потому что вам необходимо взять все проблемы на данный момент. Почему я говорю про логический поиск. Это первое, что вы делаете. И перейти к следующему. Теперь давайте слово «оспаривание». Что это такое? Как вы видите, у вас есть отброшенные варианты. Что за отброшенные варианты? По поводу фильтров. Кто-то предположил. Окей. Перед остановкой для обслуживания насоса движок работал нормально. То есть, не фильтра. Сетчатый фильтр насоса. Тоже все нормально. По техобслуживанию все было окей. Дальше. Форсунки. Форсунки были заменены недавно. Это тоже нам никак не подходит, к примеру. Что возможно? Последние два пункта. То есть, кто-то напотачил с насосом или с зазором. То есть, вы лезете, по сути, в насос. Но до того, как вы решаете эту проблему, почему я объясняю, почему это очень важно. Вы берете все варианты, которые вообще возможны, и по одному их отбрасываете. И только тогда вы лезете в причину 5 и 6. Иначе вы начнете с варианта 1. Это неплохо. То есть, вы проверите все варианты. Это здорово. Но проблема в том, что это займет у вас кучу времени. То есть, если, например, вы на туплексном фильтре, все нормально. Вы можете перевести фильтр, проверить. Окей. Если нет, ну, тогда вы потеряете кучу времени. А может, надо движок останавливать. Поэтому, к примеру, если у вас такая есть теория, что у вас лопнул тот же файеринг, например, на движке, это не так просто. Остановить главный. И, да, и нужно дергать головку. Ох, как непросто. Поэтому сначала вы делаете анализ, затем делаете остальное. Дальше. Решение. Когда у вас уже есть ваша теория, и вы все опровергли, вы смотрите еще, скажем, на дополнительные факторы. Например, если у вас проблема с дымом, например, вы видите голубоватый серый дым, скорее всего, у вас есть масло в движке. Все довольно просто. Если у вас проблема с компрессией цилиндров, точно так же, вы можете посмотреть сразу на компрессию, на ваш ПЦ, ПЗ, соответственно, цилиндра. Да, это элементарно. Но многие пропускают это и начинают идти с самого-самого начала. Типа, проверю все, что есть в траблшутинге, короче говоря, и буду идти вот, все пункты проверю. Ну, это классно, но вы же задолбаетесь просто во время вахты проверять все. Вот. Теперь давайте разбираться, зачем все это вам я это рассказал. У нас есть в сегодняшнем вебинаре, есть несколько кейс-стадий, так называемых. Перед нами кейс-стадий номер один. Я вам дам две минуты прочитать этот кейс-стадий и в чате мне написать, по какой причине у вас был блэкаут. Время пошло. Читайте внимательно. Те, кто слушают, я могу вам очень быстро пересказать, что происходит. Сменился экипаж. Вы вышли в море, и у вас случился блэкаут. Вы проверили все фильтра, все хорошо. То есть вы проверяете все фильтра, дюплексные проверяете, все проверяете, все здорово. Но у вас низкое давление. Что бы вы ни делали низкое давление. Низкое давление, затем блэкаут. Почему? А, кстати, с насосом все хорошо. И с насосом все хорошо. То есть я вам подскажу. У вас, по сути, с температурой все здорово, все отлично. Вы просто приехали принимать судно и запускаетесь, а у вас вот такая проблема. Все новое. Как вы думаете, где был прикол? Кстати, самая большая проблема в том, что дело вне в насосе. В чате был один правильный ответ. Редукционник. Но мне необходимо, чтобы, Артем, вы написали, что за редукционник. Скажите мне, что это за редукционник. В чем, а что вы имели в виду? Это правильный ответ. Только объясните, про что вы. Клапана все открыты правильно. Все правильно сделали. Там нет байпаса. О, на топливном магистрале. Окей. Хорошо. Значит, здесь я установил, соответственно, вам сразу решение. Значит, когда вы делаете и ищите проблему, вы проверяете полностью всю топливную систему. То есть вы правильно написали, надо проверить фильтра, проверить насос, все проверить. Проверяете фильтр, чистый, отлично. Проверяете все общие системы, если тоже все окей, ладно. Но давайте подумаем, если у вас перед насосом давление нормальное, но в движке плохое, где у вас проблема? Проблема в магистрале. Конкретно в этом случае у вас есть, скажем, назовем его редукционник, то есть клапан регулятора топлива. Он имеет болт для регулировки давления топлива в движке. То есть, по сути, закручиваете сильнее, у вас давление меньше. Откручиваете больше, у вас давление меньше. Так вот, штука в том, что пришли новые, вот эти вот новые клапана. Что сделал второй механик предыдущий? Он их поставил и поставил, соответственно, скажем, новый клапан. Как вы думаете, в чем различие между этими двумя клапанами? Вот этот fuel regulated valve. В чем разница? Как видите, это их, они два, они рядом. По сути, как вы понимаете, один чуть-чуть длиннее. Угадайте, если он чуть-чуть длиннее, какой там должен быть болт? Так сказать, большой болт решает проблему. По сути, человек закрутил старый болт на новый клапан. Все. Как вы думаете, сколько времени понадобилось, чтобы найти эту проблему? Восемь часов. Люди искали эту проблему восемь часов. Они проверили все, насосы, магистра. Может, тут застряло что-то, но восемь часов люди искали эту проблему. А знаете, в чем самая большая, в чем ирония? Если бы второй механик сразу сказал, что он сделал эту работу, а не сказал, что это cleaning fuel system, типичный филиппинец, то это бы проблемы не было. Проблему решили бы сразу, там сколько, за минут 20. Тормознуться, поставить, и можно идти дальше. То есть, по сути, две вещи. Да, главное, не размер и умение пользоваться. Правильно. Похоже на, да, на подставу для сменщиков. Нет, это была не подстава. Просто филиппинцы, соответственно, делают работу абы как. Сидят на борту по 9 месяцев и уезжают, типа, да и фиг с ним. Вот что они делают. И поэтому получается вот такая проблема. То есть, по сути, вы можете проверить каждый насос, всю магистраль, но не найти проблему. Окей. Теперь я вам вставил следующий кейс-стадий про опреснитель. Но для того, чтобы понимать, что есть опреснитель, я вам просто вставлю очень-очень кратенький видос про опреснитель, как его запускать, скажем так, для тех, кто вообще не знает. Видос просто с тиктока. Так что просто, скажем, полторы минуты расслабиться. Сегодня учимся пускать испаритель. Он же опреснитель, он же генератор пресной воды. Разберемся, что это такое и с какой стороны к нему подходить. Он у меня уже работает. Расскажу в двух словах. Есть два насоса, инжекторный и дистиллятный. Вначале запускаем инжекторный. Не забываем открывать клапана, засывание нагнетания, а также забортный клапан, через который удавляются остатки морской воды. В смотровое стеклошко видно, что водичка бульбукает там. После запуска насосом. Для кипения воды нужно добиться вакуума, который создает инжекторный насос. После этого открываем вход-выход, охлаждающий воды главного двигателя, а также байпас. Нужно немножечко прикрыть, чтобы вода проходила через наш опреснитель. В температуре видно, что теплообмен уже осуществляется. После этого запускаем насос пресной воды, который гонит в пресную воду непосредственно в танк. Клапан на выходе, естественно, не забываем открывать. Также у нас есть такая штука, как соленометр. У меня, конечно, он тут древний стоит, поэтому методом тыка выделяем соленость воды. Что в пластинчатом, что в трупном, принцип запуска одинаков. Окей, теперь вопрос. Что может быть проблемой в опреснителях? Вопрос к вам, к механикам. Какая самая частая проблема с опреснителем вообще бывает? Как вы думаете? Скажем, топ-топ проблем, которые вообще возможны у опреснителя. Падает производительность. Вот я согласен, это постоянная тема. Да, что-то проблема с каким-то вакуумом, может быть, тоже возможно. Я сказал бы еще про соленити. То есть в любом случае вы пишете, допустим, забивается конденсатор, да, это проблема, но нам нужны следствия. То есть какие следствия у нас есть. Так вот, штука в чем? Есть стадия номер два, о котором тоже нужно будет подумать. Значит, у вас есть особенный опреснитель. Я сейчас сразу покажу, как он выглядит. Вот такая фиговина. Вот. Значит, выглядит он вот так. То есть тут двойная, двойной испаритель, да, конденсатор. Значит, вот у вас есть сама по себе проблема. По какой-то причине у вас стало очень мало воды вариться. Его, скажем так, давайте так, его обслужили, этот опреснитель, и после этого производительность упала. Причем упала так, что как бы воды не хватает. Значит, вопрос по поводу пластин, уже только что писали, перетянули пластины. Смотрите, герметичность пластин, утечки нет. Скажу сразу, не перетянули пластины. И с датчиком следовательности все хорошо, у вас в конце написано. Вопрос, почему у вас сократилась capacity? Тут есть вариант резинки. Возможно. Вот такая проблема, кстати, у нас была в чате промоушен для механиков, когда сменщик поставил резинку вверх ногами. Тогда у вас бы смешивалось бы все. Возможно. Но это не то. Маленькая температура? Нет. Вот прям все параметры, все классно, но производительность меньше. Нет. Все одинаковое. Представьте, что у вас не байпас. С конденсатором все хорошо, все здорово, но производительность стала меньше. Подумайте, производство 100 кубов в день, а сейчас производство кубов 40 кубов в день. То есть в два раза. Почему? Эжектор, подсос воздуха. Нет. Все же хорошо. Все параметры, все параметры в порядке. Вот все здорово. По всем параметрам у вас все один в один. Резинки, осадка судна. Николай, шикарно, да. От зависимости от осадки судна, конечно же, у вас может быть там подавливать больше давления. Но у вас все то же самое. Это классный кейс. Кстати говоря, если у вас судно посажено, да, больше, то, по сути, давление будет больше. Это классно, но не то. Грязные трубы, температура воды, нужно прибить оверборд клапан. Не может продавить фрешфотер насос. Грязный. Столеность воды, соленость все нормально. И температура забортная есть в порядке. Вакуум. Хорошо, давайте раскрывать карты. Значит, я вам показывал, соответственно, примерно, как вся эта фиговина выглядит. Такой немножко нестандартный, скажем, опреснитель. Лично я на нем не работал. Но, по сути, выглядит он вот так. Как вы думаете, он пластинчатый, трубчатый, и он, вероятнее всего, пластинчатый, как бы по нему это видно. После того, как вы все проверили, у вас вакуум должен быть 85-100%, скажем так. 100% у меня ни разу не было, но надо стараться к этому приближаться. Что вам нужно проверить по системе, о которой я вам говорил? Проверка клапанов, блокировка трубопроводов, подсос воздуха, подсчет флоуметра может быть, может быть просто расположительно малая производительность или проблема с флоуметром вот этим. Вот. Если вы проверили все это, и у вас нет ни подсоса воздуха, и у вас все хорошо с вакуумом, и все здорово, но при этом у вас он плохо варит, 100% его неправильно собрали. 100%. Если вы проверили, у вас нет подсоса, все то же самое, все те же самые параметры, та же осадка, все то же самое, температура оборотов главного те же, все то же самое, температура та же. и производительность меньше, его не так собрали. У вас другого варианта нет, потому что внешние факторы вы все исключили полностью. Итак, значит, это опреснитель двойного действия. Они могут работать с HT, да, или с паром. И так, и так это возможно. Очень вкратце, у вас есть нижние и верхние пластины. Так, штука в том, что между ними практически нет разницы. Но там есть отверстия. Эти отверстия важны. Так вот, у верхних отверстий 5,5 мм в диаметре, а у нижних 10. Выглядит это примерно вот так. Угадайте, что, соответственно, произошло, когда его собирали. Угадайте, кто поставил куда пластину. Представьте, что у вас на выходе, да, выход не 10 мм, а 5,5 мм. То есть, по сути, уже когда у вас идет дистиллян, да, отсасывается у вас не крупное отверстие. В два раза меньше. Все. Как-то так. И даже дело не в резинках. Отверстия. Как только вы собираете любой пластинчатый холодильник, у вас есть два варианта. У вас может быть вот такая штука с отверстием, когда вы просто поставили не так плиту, например. Второй вариант резинки. Да, два варианта. Такая же проблема у вас может быть с, допустим, с масляным холодильником, к примеру. То есть, вы просто поворачиваете один раз резинку, и у вас LT идет просто в воду. LT, господи, LT идет, масло идет в LT. Все. Готово. И вам придется, соответственно, очень долго мучиться с системой. Потом все это чистить. И делать анализы, соответственно, вам будет очень проблематично. Поэтому, когда вы собираете, смотрите внимательно на мануал, и смотрите, какая пластина, куда идет, и как идет каждая резинка. Меняете одну резинку, получаете огромный головняк. Особенно это важно с любыми пластинчатыми холодильниками. Да, самый классный вариант. Фоткайте. Тупо фоткайте для начала, и затем собирайте так же. Точно так же, когда вы собираете, разбираете любые пластинчатые холодильники, допустим, от LT и HT, непринципиально. Возьмите просто сантиметр, да, возьмите линейку и посмотрите расстояние пластин. Сделайте это. Ну, это же не займет много времени. Посмотрите, сколько сверху, снизу и посередине. Это же несложно. Когда вы будете обжимать, сделайте так же. Иначе потихоньку тудым-сюдым будете его обжимать, 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 и получите проблему. Конечно, все, вся вина будет на Стормехе, но за счет людей получите вы. Продолжение следует...